Начать я, правда, хотел издалека, потому что, собственно, как работать с программой, можно найти информацию и кучу в сети. Ну, если охота там, да, то сесть и разобраться. Но вот вообще, да, с чего мы можем начать издалека? Начать с того, что мы делаем. Мы ловим свет, так? Что такое свет? Свет – это электромагнитная волна, да, опять же, там, продолжает. Эту волну можно характеризовать чем? Какими словами? Ну, как любая. Как школьник. Да, ты, да. Что, просто так, что ли, ближе? Волну, да, можно характеризовать длиной, так? Длина для нас, в принципе, имеет какой смысл. Человек воспринимает разную длину волны, как свет разного цвета, так? Вот здесь у меня даже график есть где-то. Во! Тут две кривые видности, так называемые. То есть, грубо говоря, спектральные чувствительности человеческого глаза. Первая построена для дневного зрения, да, вот. Вторая построена для ночного зрения. То есть, опять же, не секрет, что чисто визуально у нас там есть два набора клеток светочувствительных, которые одни работают днем, воспринимают свет, отвечают за четкое зрение. Вторые включаются в сумерках, так называемое темновое зрение. Дневная адаптация, та, которую, собственно, тренируют визуальщики с домами, которые сидят в темноте, да, там, и пытаются разогнаться на полную катушку. Диапазон здесь примерно какой? Ну, вот. 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 Это в этой части, они примерно все сходят на ноль в 400 нанометров. Это синий фиолетовый свет, дальше идет то, что считается ультрафиолетом. А в основном это связано с тем, что хрусталик, вот, естественная линза, она не прозрачна в ультрафиолете. Люди с искусственными хрусталиками, говорят, видят вот этот хвост ультрафиолетовый. Но подвергаться вот такой инсекции только ради этого, в общем-то, наверное, не стоит. В красной части, где-то вот здесь 700 нанометров, граница зрения верхняя. А тут 650 проходит H-alpha, да, наш любимый. То есть глаз к ней очень мало чувствителен, опять же. И фактически, глядя через H-alpha фильтр, ну, вообще ничего не видно. Ну, если не смотреть на лампочку, потому что, ну, как-то реально это мало. Основная часть приходится куда? Вот сюда, на желто-зеленый. Область какую-то, это максимум спектральный интенсивность солнца, к слову, примерно там был расположен. Ну, эти процессы завязаны уже с собой, но не суть. Интересно то, что, вот, смотрите, ночное зрение дневное имеют разные пики. Ночной смещен в такой, ближе к голубой части, то есть, а вокруг линии, кстати, кислорода, да, вот, рим, теперь. В нем, в этом тоже прелесть. Если мы, ну, мы тут занимаемся фотографией, да, как бы, традиционная фотография подразумевала, что собирается свет какой-то оптика и кидается на пленку. Пленка это что? Это много-много разных химий, которые этот свет вылавливают и меняют, ну, грубо говоря, там молекулы перестраиваются, они становятся пигментированными, потом их можно специальной химатой закрепить и вот на просвет мы там увидим уже темные пятна, где свято много было, ну, а потом там негатив, все понятно. Естественно, на пленку сейчас снимают только самые устойчивые морально люди, скажем так, потому что пленка при всей ее исторической, скажем так, овеянности слова и очень неудобная штука в этом смысле. Электронный приемник позволяет картинку непосредственно сразу же посмотреть, нет проблем с ее цифровкой, она, как правило, ну, если это цифровая камера, да, она уже сразу выдается вам в цифре в том или ином виде, готовая к употреблению компьютера. Есть еще один принципиальное отличие, еще одно принципиальное отличие электронной фотографии от химической в чем? Вот помните, да, вот этот вот закон взаимозаменяемости, то есть можно одну и ту же плотность негатива получить при определенных параметрах апертуры диафрагмы и выдержки, да? Нет? Ну, там, допустим, вот у нас есть какой-то, допустим, одна сотая выдержка, да, и, допустим, одна четвертая апертура, да, F4. Если у меня, допустим, нет возможности использовать видержку односотая, там, по тем или иным причинам, допустим, я беру одну пятисотую, более короткую, чтобы получить то же самое количество света, что я должен сделать? Открыть диафрагму больше, да, ну это понятно, то есть, соответственно, я вставлю там F2, там, ну, даже, наверное, нет, видишь, что в пять раз, да, короче. Значит, ну да, где-то два раза там квадратичная зависимость, то есть в четыре раза больше света я получу, почти то же самое получится. Но проблема в чем? Работая с астрономическими объектами, с тусклыми туманностями и галактиками, выдержки, вы сами знаете, исчисляются минутами, десятками минут, а то и часами, если так убрать с самой далекой области, уже даже не любительскими фотографиями, проблема в том, что для пленки есть, так называемое, нарушение рецепрокности, или вот этой взаимозаменяемости. То есть, чем дольше выдержка, тем хуже пленка реагирует на то же самое количество падающего света. То есть, грубо говоря, ну, очень грубо говоря, если вы за пять минут получили какую-то плотность негатива, а если бы зависимость была линейная, то за десять минут вы получили бы в два раза плотнее негатив, так? С пленкой это не так, она чем дальше, там, на грифмическом кривая, чем дальше, тем хуже ловит свет, и поэтому приходится увеличивать выдержки, приходилось брать очень короткофокусную светосильную оптику. Собственно, вот этот вот миф, он до сих пор циркулирует, что для фото важна светосила. Она, конечно, важна в том смысле, чтобы время лишнего не терять, да, которое у нас так мало обычно. То есть, вы там взяли, там, F2, допустим, 25 минут и готово. Если у вас там F10 объектив или еще чего-то, как правило, для астрофото говорят, да ну нафиг, не стоит даже браться. Это было справедливо более-менее для пленки, потому что тогда увеличение выдержки приводило к тому, что время непропорционально увеличивалось. Там вы там ни в пять, ни в десять раз должны были его увеличить, а в тысячу, например. Естественно, сразу уже никакого смысла в этом не было. Для цифрового приемника почти справедливо линейная вот эта зависимость, ну не считая там крайних случаев передержки или каких-то, по-моему, еще проблем. И можно, например, взяв даже более, менее точнее светосильную оптику, получить в конце концов за пропорционально больше времени приличный линейная. Поэтому мы все-таки, кто видит, допустим, в цвете, поэтому зелено-голубой оттенок? А вот это, знаешь, я даже не знаю, чего сказать. Скорее всего, зелено-голубой оттенок, потому что, да, в темноте более чувствительны именно к кислороду, если он там есть. Поэтому там туманности, типа того же кольца, гантели, да, то есть у которых есть довольно богатые. Ну, планетарки обычно богаты кислородом. И области, вот, эмиссионных туманностей, они как-то выделяются. А водород у них сложный, да? Красный очень сложно увидеть. Но есть там другой момент. Вот где-то вот здесь в области, там, не помню, что-то сколько там, тоже что-то, 500 с чем-то, или 400, или 8 с чем-то. Есть аж бета, да, то есть это голубая линия водорода. Она часто менее интенсивно представлена в туманностях, и вот на нее у вас уже довольно неплохо линия будет вместе. То есть она находится вблизи вот этой верхней. В основном сейчас уже такие, дошло за технологией домохозяек, что называется, электронные камеры. Ну, даже не сейчас, а еще лет 10 назад они у нас широко появились в самых отсталых регионах, да. Чем они интересны? Там используется явление фотоэффекта, в общем-то, то есть свет, он не просто сам по себе свет, да. То есть даже вот у нас глаз когда свет попадает, он там что-то вызывает, какие-то химические реакции, которые в свою очередь вызывают передачу импульса нервного в голову, в мозг, да, и вы это все дело уже начинаете видеть. Соответственно, свет может взаимодействовать с веществом, ну, любым вообще говоря, полупроводники, например. Чего там с полупроводниками происходит? Как правило, если мы освещаем полупроводник, начинается фотоэффект, то есть появляется большое количество носителей заряда, в полупроводнике может потечь ток, например. Пример, не знаю, фоторегисторы, да, такого рода устройства, датчики вот эти все. В конце концов, солнечные батареи, там чуть, в принципе, сложнее, но, в принципе, тот же, да, вот. Энергия света преобразуется в энергию электрическую просто. В принципе, вот это, в общем, если говорить, явление заложено в основу работы всех камер. Если камеру за собой, вот, матрица, вы все видели, как она устроена, так, плоский. Ну, совершенно продукт современной микроэлектроники, ничего, казалось бы, в нем примечательного нет, кроме вот оптического окна, в котором есть там какие-то штучки маленькие. Каждый из этих штучек, ну, и пиксель называют, как элемент картинки, хотя, корректнее, сенсор, то есть элемент сенсора, они как устроены, да. У меня тоже картинка была, у которой на эту тему. Ну, например, вот это блок-схема PZS матрицы простейший. Чего? Не, ну, здесь нормально. Вот как раз фотосенсоры, они здесь вот, примечания, смайлик это, ну, как бы. Фотосенсоры, да, то есть вот это, те самые ячейки, те самые пиксели, которые мы подвергаем воздействию света. Дальше, если это PZS, собственно, прибор с зарядовой связью, в нем основное отличие, или основная фишка в том, как эта информация считывается оттуда. То есть, если бы это был массив фотодиодов, просто, ну, любое матовщинное устройство, можно было бы провести кучу проводов, да, там, к каждому фотодиоду, и отдельный сигнал считывать. На самом деле, по первости, вот если вспомнить барабанные сканеры, может, кто-то помнит, что такие, там, полупрозрачная бумажка всегда использовалась, ну, она, как правило, бумага на просвет, на барабан наматывалась, барабан поворачивался, там стояла линейка фотодиодов мелких-мелких-мелких, у каждого, у которых шли провода. Все это дело потихоньку загружалось в компьютер, там, сканировалось, там, минут пять одна страница, причем книжку целиком не засунешь, прочие вещи. Здесь же у нас обычно несколько миллионов, ну, или несколько сотен тысяч, или несколько миллионов этих самых пикселей, упакованных на площади в один, там, примерно, квадратный сантиметр, или меньше даже. Естественно, там никаких проводов в чистом виде нет, там есть соединения на уровне, однокристальной технологии, но самое интересное, как получить, допустим, вот заряд информацию с какого-то пикселя. Вот в ПЗС используется очень хитрая схема, в которой все заряды с пикселей собираются сначала вертикальные регистры, потом передаются в горизонтальные, в итоге через специальную схему усиления все это идет сюда на выход. Здесь стоит устройство, преобразующее, ну, что такое электроны, да, это заряд, заряд это ток, ток можно преобразовать в напряжение пропорционально, напряжение можно измерить вольтметром, либо специальным устройством, которое называется аналогным цифровым преобразователем, и получить на выходе цифрику. Ну, вот примерно так и устроена работа камеры издаля. Что, зазевал, да? Все. Понятно. Понятно. В этом и вырежем, хорошо. В чем прелесть или проблема, или не знаю, как сказать. Дело в том, что, вот если нарисовать это дело более-менее в сечении, вот у нас есть, допустим, эта самая ячейка, да, это сенсор. А вот у нас здесь есть, ну, собственно, тот субстрат полупроводниковый, из которого выбиваются эти самые электроны. Вот идет какой-то там фотончик прилетел, он выбивает электрончик, электрончик попадает вот сюда, но он минусы, там, я его обозначу, да, вот он, правда, странный, получается, электрон. Если его не запереть определенным образом, он там будет гулять по этому полупроводнику. В металлах, вы сами знаете, электроны вообще очень сильно любят гулять по этому поводу, попадает там какой-нибудь клиент. Поэтому здесь формируется специальным образом поле. А он там еще разноцветный. Допустим, вот такая вот яма. Яма не в физическом смысле, то есть она не существует, как выдлубленная в кристалле вещь, а с помощью специальных электронов, которые тут вот я не показал, потому что, тупо не вспомню, как это правильно показать, формируется некая потенциальная яма. То есть этому электрону находиться в этой яме гораздо проще, чем где-то взять энергию и выпрыгнуть из ее предела и куда-то уйти. В итоге какое-то время, да, вот свет падает, эти электроны сюда наваливаются, наваливаются, наваливаются. Что интересно, что количество электронов, ну, в целом пропорционально тому количеству фотонов или света, да, которое пришло на этот самый пиксель, на этот элемент. Надо будет потом, правда, вот каким-то образом измерить количество этих электронов. Для этого вот эта штука меняется на какую-то, ну, скажем, потенциальная яма меняет форму. Здесь, допустим, она открывается со стороны. И электрон начинает ехать сюда, а здесь ему раз и закрывают. То есть он уже как бы вот здесь оказался. Ни в коем случае, конечно, такие рисунки нельзя с металлической точки зрения терпеть, тем не менее. Постепенно, формируя разный набор напряжений в этом кристалле, можно зарядовый пакет, он так и называется, кучку этих электронов, передвигать по этому самому кристаллу. Собственно, прибор зарядовой связи так и называется. И, опять же, надо сказать, что ПЗС появились изначально не для цели записи изображения именно, а это просто был регистр, который можно было использовать в качестве, например, памяти компьютерной. То есть мы можем сюда какие-то битики записать, и так же их считывать, таская по этому самому кристаллу. ПЗС достаточно сложен в управлении, то есть к нему, как правило, требуется еще отдельная микросхема, формирующая набор вот этих всех фазовых напряжений, которые здесь показаны. Потому что в правильной последовательности надо их активировать, иначе оно все и сюда, и ничего не работает. Какие здесь возникают проблемы? Ну, известно, например, такая тема, как душу считывание. Понятно, что невозможно не потерять ни одного электрона, передвигая эти самые электроны по всему объему кристаллов. Они где-то остаются, рекомбинируют, где-то наоборот к ним какие-то левые присоединяются, грубо говоря. И то, что мы получаем из этой ячейки на выходе, в общем-то, не совсем то же самое, что у нее изначально было записано или там положено. Современные камеры, бытовые в частности, вы знаете, они построены на основе КМОС-сенсоров. Где-то у меня здесь есть картинка. КМОСом там все хитрее. Там вот одна ячейка, один гиксель, она тоже имеет в основе своих фотодиод, то есть некое устройство, которое накапливают электроны, либо дырки, то есть антиэлектроны, в процессе экспозиции. А потом, с помощью управляющих сигналов, этот заряд переливается через специальные ключи, вот эти полевые транзисторы, на уже устройство, выбор строки, выбор столбцов, устройство, которое ассоциировано с каждым столбцом, и собирает, измеряет опять же заряд этот, и дает какой-то там сигнал на выходе. Почему КМОС хуже, да, вот в этом смысле изначально был? В ПЗС зарядовый пакет, если он перемещается, он, конечно, обрастает шумом, но в итоге он доходит почти неизменным образом. То есть в нем, если пристал отнароден, особых изменений не происходит. Хотя, опять же, здесь я говорю очень так, не строго, да, и понятно, что в зависимости от качества, от стоимости, от уровня технологии может быть совершенно разная ситуация. Здесь же этому зарядовому пакету нужно пройти как минимум раз, два, три полевых транзистора, да, причем это тоже, скорее, структурная схема, реальная сложнее. Практически нереально сделать, даже не то, что беспроблемными эти самые транзисторы, чтобы они там никак не портили сигнал, а нельзя сделать два, один пиксель же нам неинтересен, да, как минимум там 300 тысяч пикселей хочется. Так вот нереально сделать абсолютно идентичные характеристики. На этом, конечно, бьются. Уменьшение допусков – это первонастепенная задача. Если в цифровой технике она не влияет практически ни на что, всегда можно эти допуски зажать в какие-то допустимые границы изменения параметра. В аналоговой, кой ей, являются все устройства получения изображений по своей сути сначала, да, вот в той части, где они измеряют цвет. Невозможно это игнорировать, соответственно, приходится оптимизировать эти самые параметры. В современных мусорах часто ставится двойная схема, в которой два фотодиода, два канала вот этого плавающего узла и так называемая схема двойной корреляционной выборки, когда сигнал записывается, грубо говоря, только тот, который подтвержден двумя фотодиодами. Это позволяет от части шума избавиться. То есть тот шум, который возникает в одной кропе к плече, ну, как вот балансное подключение микрофонов, там, вот еще напросто, шум, возникающий в одном кропе к плече, он нивелируется, если он не подтвержден в другом кропе. Если он подтвержден в обоих кропе к плечах этого самого устройства, значит, это сигнал. Тоже, да, хорошо выспросил. Идем дальше, ладно. Продолжение следует...